В связи с увеличением количества ДТП по республике состоялась пресс-конференция руководства управления ГИБДД МВД по республике Дагестан. На площадке РИА Дагестан была обсуждена текущая ситуация на дорогах, причины возникновения аварий и план работы по профилактике нарушения правил дорожного движения. Водитель, помни, тебя ждут дома. Сегодня этому призыву внимают далеко не все автолюбители. Несчетное количество профилактических мероприятий, рейдов, направленных на снижение количества ДТП от ремонтированной дороги. Все это, видимо, еще не помогло нашим водителям исправиться, и уровень случаев ДТП до сих пор оставляет желать лучшего. Обстановка, как я еще повторяюсь, все равно остается сложной, тяжелой. Водители у нас нарушают, попадают в ДТП. Нарушают, причем, игнорируя правила, жестко игнорируя правила дорожного движения. Большая часть у нас ДТП со смертельным исходом. Также остается это выезд на полосу встречного движения, гибель детей в автокатастрофах, что это основная у нас причина несоблюдения водительным правил дорожного движения. За прошедшее лето большинство ДТП произошло на федеральных дорогах. Самые аварийные участки расположены на трассах Махачкала-Кизельюрт и Махачкала-Манас. По словам Евгения Нечаева, это связано с притоком гостей в республику на отдых, в связи с чем дороги были загружены. Порядка 30 тысяч единиц в сутки проходило по этим участкам дорог. Вы сами представляете загруженность. Ширина проезжей части составляет не более 8 метров. И вот этот поток. Некоторые не выдерживают, потому что стояла в этом году как никогда аномальная температура. Транспортные средства не предусмотрены. Кто-то терял сознание, не справлялся с управлением, происходило столкновение. А в основном большая часть ДТП – это грубое нарушение правил дорожного движения. На конференции была затронута и тема молодых водителей. Нечаев отметил, что многие начинающие автолюбители сдают успешные экзамены в ГИБДД. Однако, получив заветное разрешение для управления транспортом, забывает обо всех правилах и стремятся продемонстрировать на дорогах всю мощь своего авто. Ложит их в карман и понесся. Зачем? У нас молодежь, она не понимает, что когда он получил водительский, это не дает ему права нарушать правила дорожного движения. Показать, что теперь я могу все. Мы потом показываем эти примеры в другом ракурсе, когда они показывают, что я могу все, где погибают. На самом деле у нас погибают молодые парни. Выезжают на встречную полосу, обгоняют, переворачиваются. Пытаются доказать, что его автомобиль способен на колоссальные возможности, но это не так. В планах у сотрудников ГИБДД проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение ситуации на дорогах. Ближайший из них – второй этап операции «Автобус», в ходе которого автоинспекторы будут выявлять нарушения, связанные с пассажирскими видами транспорта. К сожалению, несмотря на всю проводимую нами работу, водители автобуса, лица, которые должны, наоборот, быть более ответственны, более требовательны сами к себе. Почему? Потому что они отвечают за жизнь тех пассажиров, которые сзади них сидят, за спиной вообще. Они как раз-таки позволяют себе чаще всего и нарушать правила дорожного движения. Также в скором времени вдоль федеральных трасс установят камеры. После выявленных нарушений водителям будут присылаться письма с требованием об оплате штрафа. Авдулла Алиев, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала.